Первым отреагировал именно Лайткоин и показал лучшие результаты из топ-10 монет. Являются вершиной замысла по отъему у людей денег, спрос на конфиденциальность, все остальные участники этого топа имеют сильную поддержку и надежный фундамент, то Доги Коин мы просто любим. Рад приветствовать на канале Коинпост. А начнем его со слов благодарности тем, кто стал спонсором канала по второму уровню, то есть тем, кто помогает нам не зависеть от рынка и продаж рекламы, а просто делать новые крутые видео. Этот ролик именно для вас. Я подозреваю, что тут собрались олдскулы канала и вы уже слышали, как я несколько раз говорил о возможности глобального скама на рынке криптовалют, который переживет биткоин и лишь несколько избранных альткоинов. Так вот, сегодня и хочу рассказать о первых четырех монетах, которые на мой счет заслуживают того, чтобы остаться с нами навсегда. Ну а их цена, само собой, вознаградит своих владельцев. Убедитесь, что никто не будет вас отвлекать от просмотра. Мы начинаем. Лайткоин, он же цифровое серебро или младший брат биткоина, который официально создал Чарли Ли. К слову, по одной из версий именно Чарли Ли является Сатоши Накамото, что он лично полностью отрицает. А что не слухи, а чистая правда, так это появление таких обновлений, как Сегвит и Лайтни Нетворк. Сначала в блокчейне Лайткоин. Он выступил своего рода тестовой площадкой для биткоина. И кто давно на рынке криптовалют должен был заметить, что цены Лайткоина и биткоина очень тесно коррелируют между собой. А порой курс Лайткоина находится даже несколько впереди. И его вполне серьезно используют для прогнозирования будущей цены биткоина. К слову, на текущий рост биткоина первым отреагировал именно Лайткоин и показал лучшие результаты из топ-10 монет. Так курс оттолкнулся от 46 долларов и в моменте поднимался до 60, после чего немного откатился назад. Если исходить из теории, что цена Лайткоина всегда идет несколько впереди, то вполне возможно, что и рост по биткоину еще не достиг своей финальной точки. В 2018 Лайткоин пережил ряд проблем. Ведь была неудачная попытка выпустить собственную платежную карту. А еще разработчикам ставили в упрек обещания новых решений, которых не было. Это подкреплялось статистикой по гитхаб, где все выглядело так, будто Чарли Ли и вся его команда ушли в долгосрочный отпуск. Но в 2020 году фирменная дебетовая карта, пусть и со второй попытки, но все же была запущена. И этой зимой ожидается запуск тестовой сети, в которой у Лайткоина появятся анонимные переводы с помощью протокола Mimbley-Wimbley. А то, что на гитхаб все выглядело неактивно, объяснили тем, что раз Лайткоин это форт биткоина, то и их разработчики в первую очередь трудятся над улучшением биткоина. После чего просто адаптируют их под блокчейн цифрового серебра. Но самый главный козырь Лайткоина, хоть это и чисто субъективный параметр, заключается в уровне доверия к нему майнеров и пользователей. Если он больше у какой-то криптовалюты, то только у биткоина. Вот почему Лайткоин возглавил список монет, которые должны выживать. А дальше у нас еще три кандидата. На втором месте нашего рейтинга анонимная криптовалюта Манера. Если мы посмотрим на график, то это, возможно, единственная из олдскольных монет на рынке, чей курс превысил цену на лето 2019 года. Даже биткоин еще пока не сделал этого, хоть и находится очень близко. Это отличная заявка на то, чтобы вернуться в первую десятку по капитализации. Сегодня владеть анонимными криптовалютами становится несколько опасно. Помните все эти нападки регуляторов на стейблкоины, что их эмитентов надо жестко лицензировать? На бирже криптовалют, особенно BitMEX и Bitfinex, которые имеют проблемы с властями США. И анонимным монетам также досталось. В Японии их вообще убрали с криптобирж. Однако спрос на Манера растет, и она никуда не собирается уходить, потому что всегда были и будут те, кто хочет сохранить свою конфиденциальность. За Манера стоит весьма упрямая и эффективная команда разработчиков. Она противостоит как заходу на их рынок асик-майнеров, для чего регулярно обновляется алгоритм, так и нападкам различных аналитических компаний, вроде Chainalysis, которые любят поработать на государство. Но суть сокрытия транзакций в Манера настолько проста. Речь про кольцевые подписи, что к ней не найти лазейку для взлома. А на все заявления о попытках отследить транзакции, разработчики реагируют повышением анонимности. С учетом того, как активизировались работы по цифровым государственным валютам, которые фактически являются вершиной замысла по отъему у людей денег, спрос на конфиденциальность будет только расти. А она, хоть это и мое личное мнение, самая лучшая у Манера. Третье место в нашем рейтинге досталось Bitcoin Cash, который, если бы моя воля, никогда бы сюда не попал. Вот такой парадокс, просто я против хардфорков биткоина, когда новая криптовалюта появляется из воздуха и тут же получает какую-то цену. И именно Bitcoin Cash был первым из них, став прародителем целой серии всевозможных биткоин-клонов. Но хоть лично я и против данной монеты, она показывает удивительную выживаемость и, как следствие, имеет право быть в данном списке. Смотрите сами. Практически все клоны биткоина, появившиеся в результате хардфорка, уже канули в лето. Если посмотреть топ-100 криптовалют по капитализации, то на 77-м месте мы найдем Bitcoin Gold, а на 92-м – Bitcoin Diamond. Остальные клоны провалились еще ниже, если вообще не погибли. А причина в том, что они изначально были мертворожденными, ведь не имели поддержки сообщества и являлись банальной попыткой срубить легких денег. В отличие от них, Bitcoin Cash, хоть и озолотил своих разработчиков, все-таки был пристанищем для тех, кто отказался от активации SegWit и сохранения ограничения на размер блока в биткоине. Пусть эта идеология не нравится лично мне, но у Bitcoin Cash она была и остается сегодня. Различными и порой спорными методами. Привет Роджеру Веру. Самый первый хардфорк биткоина успешно остается на плаву и имеет сильную поддержку. Его даже не уничтожил раскул, когда произошло разделение с Bitcoin SV, инициированное Фэйкош и Крейгом Райтом. И пусть у второго есть приличная финансовая поддержка от миллиардера Кейлвина Эйра. Очевидно, что Bitcoin Cash побеждает в этой войне. И также я думаю, что они победят во время следующего разделения, которое уже анонсировано на 15 ноября. Группа разработчиков Bitcoin ABC считает, что майнеры должны отдавать им часть своих доходов, и поэтому появится еще один Bitcoin Cash. Но большая часть сообщества не поддержала их идею. Кстати, такие разделения часто приводят к кратковременному росту цены перед самим событием, ведь все хотят получить бесплатные монеты. Но это не финансовая рекомендация, а просто наблюдение. И двигаемся дальше. И закрывает наше первое видео для спонсоров – монета DoggyCoin. Потому что один доги – это всегда один доги. Шучу. Причина попадания этой монеты в данный список заключается в том, что если все остальные участники этого топа имеют сильную поддержку и надежный фундамент, то DoggyCoin мы просто любим. Это такая светлая бескорыстная любовь, которая к тому же порой приносит вполне серьезный профит, как было в мае 2017, сентябре 2018 или июле 2020 года. Практически в любой момент Doggy может пойти против рынка или существенно его обогнать. Да, о нем пишет в своем твиттере сам Илон Маск. Какие еще вам нужны доказательства? А еще, чтобы наглядно показать, что доги в строю, и хоть он и криптовалюта Мэм, имеет все основания на долгосрочную прекрасную жизнь. Давайте взглянем на графики хешрейта и количество транзакций. Как видите, майнеры остаются с DoggyCoin, а пользователи даже увеличивают его применение в этом году. Это был наш первый ролик для спонсоров канала, которые выбрали уровень эксклюзивные видео. Сообщите нам, как мы можем сделать такой контент еще лучше, ведь он именно для вас. А на этом сегодня все. Спасибо за просмотр. Канал Коинпост. Подписывайся и просвещайся. Я понимаю, что вы и так уже подписаны. Но разве можно было закончить видео и не сказать нашу коронную финальную фразу? Согласитесь, эффект был бы совсем не тот. Подписывайтесь на наш канал.